Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Владимир Гольштейн, я нахожусь в нашей студии. И мы начинаем программу «Радиоблог» с Игорем Цесарским. И сегодня у нас необычный день, потому что Игорь тоже находится у нас в студии. Здравствуйте, Игорь! Добрый день, Володя! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Да, сегодня действительно день необычный, потому что случилась такая оказия, правда, не кортес. Ну и я сумел подъехать и прямо непосредственно из студии сегодня провести наш традиционный понедельничный эфир. Напомню для начала, что мы ждем также вас, наших слушателей, на ютубе, где проходят записи, которые мы делаем тоже с некой регулярностью. Это ТВ Клуб Континент. Если вы по-русски наберете ТВ Клуб Континент, спеллать не буду. Я думаю, все сумеют и без спеллинга, тем более по-русски, это набрать ТВ Клуб Континент на ютубе. И все события в очень кратком, но очень глубоком, я надеюсь, изложении вы сумеете услышать. Вот, а сегодня мой коллега, в том числе и по ТВ Клуб Континент, Михаил Герштейн, к вашему вниманию. Миша, добрый день! Добрый день! Ну, давай-ка мы, наверное, у нас был план некий, да, если честно говорить, рассказать о прошедших дебатах, о первых, о вторых, сделать какое-то резюме этому. Тем более, Михаил Герштейн в своем блоге очень красочно все расписывал. Но, случились события, которые мы не можем не упомянуть, которые, несомненно, требуют какого-то тоже разговора, осмысления. Поэтому, давай-ка, Миша, начнем мы с этих событий. А именно, вот, со стрельбы, с трех случаев, которые вот взбудоражили Америку, ну и не только Америку, а весь мир, я бы сказал, тоже. Скажем, с двух впечатлений, потому что Эль-Пасо и Дейтон. Эль-Пасо в Техаще, на границе с Мексикой, и Дейтон в Вахае. Да, ну, Чикаго тоже было, но оно, как бы, закончилось более, скажем... Да, для Чикаго это, к сожалению, не научится. Ну, да, для Чикаго бывает уловы еще круче. Ну, тем не менее, я думаю, что либеральные средства массовой информации с радостью написали, что это как третий полноценный случай за вот короткий промежуток времени. Но, конечно, очень напрягает то, что произошло в Эль-Пасо и в Дейтон, потому что, во-первых, это произошло... Ну, во-первых, потому что это вообще произошло, во-вторых, что это произошло сразу два дня подряд. И напрягает, конечно, то, что сценарии эти все очень похожи, очень одинаково. Если мы еще вспомним прошлогодний, или позапо, я уж не помню, прошлогодний, наверное, стрельба в этой школе Паркланд, школе, и в церкви тоже в том же Техасе, как раз в церкви в Техасе, в Паркланд, немножко другая ситуация. То есть, когда человек проехал в Полтехасе, или там, я не знаю, когда он в Миль 50, по-моему, проехал и открыл в этой церкви стрельбу, а сейчас он вообще там, по-моему, в Полтехасе проехал. Да, он в Полтехасе, там, 9 часов рулил, по-моему. Он ехал из Далласа, почему-то в Техасе, и очень все похоже. И опять, как вот после истории со стрельбой, где там в Новой Зеландии было, манифест какой-то вылез подозрительный, в этот раз он там рассказал, что он там ненавидит иммигрантов, и начал стрельбу, между прочим, в Уолмарте, где было 100 человек, примерно 100 человек сотрудников и 3000 человек покупателей. 3000 покупателей, и, в общем, сколько, уже 20 сначала было жертв, уже сегодня еще, казалось, двое человек в больнице умерло. Да, добавилось еще статистики. И, конечно, ну, то есть тут, конечно, злорадствовать или там что-то говорить нехорошо, но, как это СМИ, как всегда, все свалили на Трампа, потому что человек там был белый националист, ну, судя по его манифесту. Если только это, конечно, не подстава и никакой-то не для отвода глаз, потому что никто не знает, правда в этом манифесте, неправда, что там написано. Вот. Но все свалили, естественно, на Трампа. Но на следующий день после Эль-Пасо случилась стрельба в Дейтен-Ахайе. Там, конечно, человек не ехал в 9 часов, но тоже, в общем, сколько, 9 человек погибло, причем одной жертвой была его сестра. Да. Но он оказался сторонник Антифы, сторонник социализма, фар-лефт, как только можно, поддерживал Элизабет Уоррен и Берни Сэндерс. И об этом, естественно, ну, судя по тому, что нашли, удалось найти вроде бы его аккаунт в Твиттере, значит, но об этом, поэтому, значит, СМИ сегодня молчат. Эль-Пасо. Это негативная информация для сильных. Да, потому что это не то, не то, не то, как это их этот нератив нарушает, поэтому... Ну, конечно. О нем особенно не говорят, вот. Но ситуация, конечно, серьезная, но... Ну, и с него уже не спросишь, Миш, потому что его уже вроде как и нет. Ну, и слава богу. Элизабет Уоррен, между прочим, несмотря на то, что он ее поддерживал, она там успела по этому поводу, там, выпустить эти имейлы, собирать деньги. Кому? Себе? Ну, как обычно, что-то произошло, все бросили деньги собирать. А, ну да. Но Трамп вышел и сказал, что, в общем, ну, что-то типа, ребята, давайте жить дружно, что белому национализму, расизму, ненависти не место, хватит заниматься этим ерундой. Ну, как говорят. И его тут же с вами обвиняют, что опять он сказал, не так, не то, слава богу. Не, ну, послушай, он поджигатель. Он в Шарлоттсвилле тогда что говорил после этого случая? То есть, сейчас... Шарлоттсвилле абсолютно ничего не говорил. Это, как бы, это нам СМИ рассказывают, что он говорил, что среди белых националистов есть прекрасные люди. Он на этом не говорил, он сказал, что с обеих сторон, как бы, и со стороны левых, и со стороны правых, которые пришли там на эти митинги, были нормальные люди тоже. Правильно. Ну, вот, важно же не то, что он сказал, а важна трактовка этого всего и дальнейшая вся вот... Погода пытаются рассказать, что он сказал не то, но все время они натыкаются все-таки на то, что эти слова еще из сети не пропали. Поэтому... Ну, дело, наверное, не в рейтинге. Дело в том, что, в общем-то... Рейтинг это все-таки следствие того, что их объективности не односторонны. Да вот в том-то и дело, хочется чистые руки иметь, понимаешь, и пачкаться, заходя в студию подобную, нормальным людям, видимо, не хочется, я так думаю. Ну, и, в общем, то есть известно, что, например, пресс-секретарь Трампа, новый, не Сара Сандерсона, я еще не выучил имя, новый. Ну, новый. То ли на ABC, то ли на ABC. Ну, пока там о ней ничего особо не слышно, поэтому... Пока еще она с медиа не поругалась до конца, вот. Ну, не было повода, погоди, еще все. Ну, сейчас будет. Еще все впереди. А что, она уже что-то прокомментировала? Нет, я имею в виду, сейчас опять накинутся, сейчас же опять Трамп будет белым националистом. Опять. Инжи Грамм, кстати, сегодня перехватил инициативу, я должен сказать, что... И предложил совместный, как это, бипартизан, то есть беспартийный или внепартийный проект того, о чем говорил Трамп. Это red flags, то есть, как это, красных флагов, при котором, то есть, либо не выдавать оружие, либо отбирать, если было выдано. Вот. Но интересно не это, интересно другое. Я сегодня слушал Дэвид Вебб, есть такой образователь консервативный на Sirius XM Radio, он с 9 до 12 утра, ну, по нашему, по восточному времени. И он беседовал с одним из своих гостей, и тот сказал, что, знаете что, посмотрите, каждый раз, когда случается вот такого подобного рода, ну, как это, теракт, наверное, можно назвать, да? Ну, да, то практически всегда оказывается, что человек был нестабилен, ну, как это, ментально, как это сказать? Ну, да, имел ментальные проблемы, и, в общем-то... Причем не один день, да, понятно. И, говорит, интересно, говорит, что почему-то, говорит, никто не разбирается с тем, какие он таблетки принимал, и вообще там никаких вопросов к лечащим врачам, к тому, что они выписывают, говорит, потому что, говорит, то есть, ответ, говорит, известен, ответ очень простой, потому что лобби фарма-сотикового, это Big Pharma, то, что называется, страшное, огромное, поэтому никто, все боятся даже туда залезать. Сегодня, кстати, Трамп наконец-то, ну, не наконец-то, а сказал, что у людей там серьезные ментальные проблемы, надо разбираться, что это, то есть, хотя бы, даже, хотя бы затронуло эту важную тему, потому что действительно очень серьезно. При том, что, потому что там можно сколько угодно говорить о том, что запретить оружие, не запретить, понятное дело, что это разговоры для, ну, не для кого, для демократов, для кандидатов наших в президенты, потому что оружие в стране столько, что, в общем, запрещай, не запрещай, все равно найдется. И, во-первых, а во-вторых, поскольку оружие выпускают, продолжают выпускать, то кто захочет, тот найдет. Не, ну, меньше известна статистика, мы приводили ее множество раз, вот, на той же народной волне, и даже уже, наверное, любой из слушателей, кто у нас часто бывает с нами в это время, знает, что, как правило, в тех городах, где более жесткое законодательство в этом плане, в плане ношения оружиевладения им и так далее, то есть, там наихудшая криминальная обстановка и больше применений, больше смертей. Ну, да, ну, мы знаем, Чикаго и Балтимор, и вот в Калифорнии, где самые жестокие, жесткие законы по поводу, тоже недавно была ситуация, то аналогичная, к сожалению, поэтому это все понятно. И, в принципе, к сожалению, по количеству, как это, смертей, это убийства, вот такие, вот такого плана, они все равно находятся далеко сзади. Да, ну, а потом, вот ты о фармацевтике заговорил, и известны эти сумасшедшие цифры, ну, последняя смерть, опять, представительница знаменитой семьи Кеннеди, да, от передоза, то есть, это же вот-вот где сущий кошмар, потому что, в общем-то, уходят и достаточно молодые люди, и в сумасшедших количествах, то есть, тут никакими даже сравнениями с, пускай даже с такими случаями, как массовые расстрелы, ну, можно сказать, если больше 20 человек погибло, то уже массовый расстрел, несомненно. Но, тем не менее, столько нестабильных людей гуляет, так сказать, по улицам не только Чикаго, а любого даже, я не знаю, городишки, который там содержит, может быть, 2-3 тысячи жителей, что порой страшно становится, да. Это проблема, которую, и самое интересное, любой, кто предложит простое решение, это будет чистой воды спекулянт, потому что простых решений в данном случае вообще нет. Да, но говоря об опиоде, кстати, хочу немножко отвлечься от нашей темы, косвенно, да, частично, потому что это все равно касается немножко. Я тут недавно слышал, что, когда стали применять опиоды, ведь в Америке всем заведует этот Food and Drug Administration, который все делают, как это, штампы ставят на лекарства, разрешают. И компания, которая придумала эти опиоиды как более удаляющие, более, как это называется, ну, обезболивающие, она соврала о том, что опиоиды для здоровья не вредны. И это благополучно прошло, и причем, как выяснилось недавно, она знала, что она соврала, то есть не то, что она там как бы заблуждалась, неправильно истолковала результаты тестов, она прекрасно знала, но соврала и никого-то, в общем, не волновалась. И из-за этого весь этот кризис, который сейчас с опиоидами есть, из-за этого, в общем, этому способствует. Не, ну, сейчас та же прекрасная штука с марихуаной, пожалуйста, он уже, уже где только нельзя приобрести, легальным образом и так далее, но и тоже часто пишется, что это никаких, никакого побочного плохого эффекта нет, а для людей, которым она нужна по медицинским каким-то показаниям, это спасение, и это каким-то образом перераспределяйте деньги, которые поступали всевозможным синдикатам, в карман государственный. Ну, это, поверь мне, там через энное время появятся те же самые статьи, вот такого же плана, которую, как ты привел минуты назад, и будет то же самое. Будут охать-охать, но при этом индустрия уже свои многомиллиардные там прокрутит дела. Ну, как, марихуана, они же ее облагают налогами, как сигареты, поэтому это доходы штатов, вот, но история с ней же, это не то, что она там сама по себе вредна, не вредна, а она может и не особенно, не вреднее сигареты, или чуть-чуть вреднее сигареты, я уж там не знаю, я не собирался, но просто проблема в том, что она как бы только первый шаг ко всему остальному, поэтому они таким образом, в общем, увеличивают, расширяют круг наркоманов в этой стране. Ну, как-то, кого бы-то волновало. Окей, хорошо, у нас есть буквально до перерыва минут пять, все-таки, может быть, мы каким-то боком до второй части коснемся вот этих прошедших двух этапов борьбы, демократических лидеров. Хотя, лидерами их сложно называть, но пусть будут лидеры, окей. Ну, двух серий, двух этапов, а двух серий. Да, ну, двух серий, нет, я имею в виду, уже был и первый, первый двухсерийник, потом второй, вот сейчас. Ну, первый двухсерийник уже был доводом. Да, ну, хорошо, давай о втором, и вот, и, кстати, повангуй немножко, кто все-таки в третий войдет, там же условия поставили, и... Ну, известно, что восемь человек сейчас, все, семь с половиной. Ну, еще же не подбили черту. Ну, подобьют там никого больше. Ты думаешь, не будет? Может, еще кого-то там для отвода глаз добавить. Там для третьего этапа у нас же условия такие, что нужно, чтобы было 130 тысяч этих доноров. И 2%, да. 2% по нескольким опросам, чтобы по полу было. Да. И входят эти, как я назвал их, что эти, все Б, Байден, Берни, Кори Букер, этот человек с непроизносимой фамилией Бутиджаж. Бутиджаж. И... Вот. И кто там еще из мужской части? Подожди, из мужской части. Да, но Берни, Байден, Букер, Бутиджаж. Бутиджаж. И... Еще кто-то. А, Сандерс, ты не хочешь? Да, да, да. Берни, я сказал. А, Берни, да, окей. Значит, и Элизабет Уоррен, Камала Харрис, вот, и еще, вроде бы, туда пробивается Тулси Габбард, потому что сказала, что 130 тысяч голосов она набрала, 130 тысяч доноров она получила, ей осталось получить 2% или больше по результате там двух или трех опросов, и она тоже, вроде бы, попадает. Она выглядела из них, из всех наиболее, из всех радикалов, она выглядела наименее радикально, и к тому же, насколько я понимаю, она, в общем, навсегда зарыла Камалу Харрис, потому что... Ну, я не думаю навсегда, а Камалу очень любят те же наши телевизионные и прочие... Да, но ей... Ну, она, она, да, на дебатах... Она, конечно, ей очень так... Хук такой влепила неслабо, это... Она просто перечислила ее достижения на посту генерал-падуру. Да, ну, в принципе, кто хотел, тот об этом и ранее знал, и читал, и так далее, но... Ну, это же... Но это же публично сказано, и это наглое, в принципе, и очень активное Камало очень так, даже так, я бы сказал, скукожилось в какой-то момент. А, бета-бета еще, я вспомнил, бета еще тоже. А, бета, ну, как же бета, да. Она скукожилась, она потом говорила, неправда, неправда, неправда. Ну, это все, да, это... Все уже разговоры не было. Понятно. Но, да, толще, поскольку ее не любят СМИ, ее тут же обвинили в том, что она русский агент. Поэтому у нас теперь, если так разбираться, русский агент Севикстон. Поэтому есть со стороны демократов, со стороны републиканцев, поэтому... Ну, надо там тоже поискать, почему нет. Поэтому, в общем, выборы будут борьба между русскими агентами. Между русскими агентами. Хорошо, ну, 8 человек, да, понятно, что... Вот обычно, знаешь, как-то говорится, вот это 8 кандидатов. Допустим, 8, больше уже никто не пройдет. Хотя, вот как-то вот этого самого высокого, в смысле, по росту, но, по-моему, самого ограниченного из тех, кто там был, возможным. Ди Билл Аблазио, да? Вот его бы еще надо было для разнообразия оставить, наверное, как ты думаешь? Ну, не знаю. Нет, 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 нет. Почему же Нью-Йорк своего мэра не поддержал? Просто страшное дело. Да, он сейчас Трамп в Нью-Йорке более популярен, чем Ди Блазио. Ну, это все, да. Популярен-то популярен, но не везде. И не среди всех, потому что Нью-Йорк – это какая-то специфическая территория в нашем американском бытие. То есть, там очень сложно понять, каким образом популисты берут всегда верх над реалистами, над теми, кто действительно делает что-то. В Джулиане не был популистом? Ну, Джулиане, да. Да, ну, там, видишь, вот изменилось с того времени многое. Какой-то переход был довольно мягкий из своего рода, потому что Блумберг в чем-то там своей политикой не сразу дискредитировал все сделанное Джулиане. Ну, а потом все по накатанной пошло. Ну, он еще, на всякий случай, на третий срок себя выставил в Блумберг. Поэтому специально для этого поменяли закон, потом поменяли обратно. А, кстати, вот один вопрос тебе напоследок этого первого нашего сегмента передачи. А не думаешь ли ты, что кто-то еще все-таки как черт с табакерки выскочит? Потому что я вот встретил стянание буквально в Фейсбуке по поводу того, что хотят Мишел Обаму, скажем. А кто-то еще помнит, что и была такая Хиллари Клинтон. Ну, я не знаю. Времени остается не очень много, но увидим. Но формально могут, да? Ты не перекрываешь еще кислород этим дамам, да? Я им как? Ну, их право. Не, я имею в виду, что формально ты как бы готов принять этот тезис, что они еще могут, да, всплыть? Ну, как мы знаем, дебаты закончились достаточно неприятно для Обамы, потому что его там начали критиковать. Ну, его, да. Ну, очень аккуратно, ты заметь. Очень так джентльменский. Это пока началось. Это начало есть. Я... Вообще нельзя было об этом подумать. Это же был их бог. Ну, я подожду, потому что это еще... Это сильно не понравится. Ни ему, ни его жене. Так что... Так что не исключаю ответные какие-то действия против изменщиков Родины. Ну, хорошо. Об остальном мы поговорим уже во второй части передачи. Сейчас я вас приглашаю послушать важные, нужные, полезные объявления. И мы вернемся через несколько минут. Добрый день, дорогие друзья. Итак, напоминаю, что в эфире Народной волны, радиоблог. Меня зовут Игорь Цисарский. И со мной в эфире сегодня Михаил Герштейн. Прежде чем мы начнем вторую часть передачи, напомню вам про ТВ-клуб Континент на Ютубе, где вы можете также послушать о политике, об экономике, культуре, обо всем на свете. И очень коротко, и очень конкретно. С разными собеседниками причем. Ну, мы продолжим наш сегодняшний разговор. Миша, ты тут? Да, я тут. Ты тут. Очень хорошо. Итак, мы остановились на том, что 8 человек, и, вероятно, не списываем еще со счетов. Почему? Потому что у меня всегда было такое ощущение, что вот та же Хилари, она такого характера дама, которая, ну, как мне казалось, даже полупарализованные топа пойдет на амбразуру, то есть на выбор. Прошла полупарализованная, поэтому ничего удивительного. Да, ну, вот, ну, я уже... Видео как раз 11 сентября. Насилие в этот... Да, да, да. Ну, тем не менее, вероятность, в общем, есть, поэтому будем ждать развития событий. Но на самом деле, я думаю, что вот это время нынешнее, да, середину, скажем, ну, не совсем уже середину, но все-таки 19-го года мы будем вспоминать, видимо, потом, какое очень спокойное какое-то такое время, расслабленное и так далее. Почему? Потому что, видимо, в 20-м году начнется что-то невообразимое. И это будет подогреваться, несомненно, средствами массовой информации, несомненно, все вот компании, интернет, всяких гигантов, будь то Брина, будь то Цукерберга и так далее, вот, они будут самым-самым непосредственным, активным образом пытаться что-то сделать. Кстати... Да, все время пытаются что-то сделать. Да, кстати, вопрос импичмента тоже опять, да, вот, имел место быть. Очень-очень так мимолетно. Потому что, как этот Джерри Мадлер, он все время пытается получить какие-то там, это председатель комиссии судебной в палате представителей, он все время попытается получить допросы, не допросы, а гранд-жюри мюллеровские, чтобы попытаться там что-нибудь найти, такое, чего Мюллер, как бы, команда Мюллера не заметила, чтобы начать процедуру импичмента. Потому что ему, у него задача одна, найти что-нибудь, за что можно зацепиться, чтобы общественное мнение покачнуть. Но общественное мнение пока качается в другую сторону. Не, ну, очевидно, что уже после всего этого, особенно после того, последнего бенефиса Мюллера, по-моему, любому непредвзятому человеку было понятно, что уже в этом направлении вроде бы нечего, как говорится, ловить, если так употребить можно. Было понятно в момент, когда его назначили, когда Мюллера назначили, но неважно, не будем говорить, что... Не, ну, когда назначили, ты понимаешь, пол Америки в надеждах сидела, что вот сейчас, вот-вот, и опытный, и... Как сидели так, и сидят, и все еще... Ну, они сидят, это потому что... И все стало, чем пол Америки, да, это правда, что уже сидит не пол Америки, а уже там треть Америки, надеется, все еще... Ну, все понятно, но дело в чем, что все равно это сладкое слово импичмента, но вроде как вот сейчас опять зазвучало. Я предполагаю, что в 20-м году должны найти любую тему, ну, будь то российское, будь то что угодно, я даже не знаю. То есть у меня пока фантазии нет, у них с фантазией лучше, чем у нас, мне кажется, в определении каких-то возможностей довести дело до вот этого самого действия. В 20-м году им вообще будет трудно очень с импичментом что-то делать, потому что тогда все, ну, не все, но большинство демократов из таких вот округов, где 50-50 расклад, им всем уже будет... Им будет, во-первых, непонятно, как голосовать по поводу импичмента, а во-вторых, если они проголосуют за, то их карьера, в общем, на некоторое время закончится, если не навсегда. Ну, может и так, может и так. Кстати, кто из ведущих что-то мне такое встретил? Сейчас не припомню, может, ты вспомнишь. Заявил, что надо что-то сделать, но он не сказал слово диверсия, но это подразумевается с экономикой, чтобы она резко рухнула, и чтобы это от Трампа отодвинуло многих его избирателей потенциально. Ну, они там все время от времени это говорят, поэтому сейчас, кстати, из-за тарифной войны немножко так рынок-то пошатнулся, потому что сегодня, я там не знаю, сегодня днем было минус 700, Дао Джонс, не знаю, как он там сейчас выправился или нет, потому что Китай никак не хочет соглашаться на условия, которые ему Америка ставит, и сегодня он, единственное, чем он может, как это назвать, навредить, это он опустил свой юань, у них же юань не свободна. Ну да, это директивно там делается, я понимаю. Он опустил юань, типа, как бы себе во вред, но чтобы еще, как это, как это, в себе второй глаз, да? Но я думаю, что сейчас повозмущается-повозмущается, потом через пару недель все-таки до чем мы договорятся, потому что Трамп обещал тарифы новые ввести с первого сентября, поэтому я думаю, что Китай на это не пойдет. Это, конечно, не Гватемала, который там 30 миллионов или 300 миллионов, которые Трамп сказал, что не даст, после этого сразу согласились стать страной, третьей страной для получения статуса беженца, потому что 300 миллионов для них много. Но для Китая тарифы на дополнительные 300 миллиардов тоже уже будет немало. Да, я думаю, что тоже здесь понятно, что с одной стороны коса на камень, но дело в том, что, ну, договорят, то, что возможность договориться существует, это понятно всем, просто каждая сторона хочет максимально выгодно для себя это сделать, и это понятно. Но это нормальный разговор, а как иначе делать бесконечные преференции в ту сторону, но это безумие, это же в любом случае кончится не сегодня, так послезавтра плохо, понимаешь? Да, но тут в любом случае коса на камень тут очень условная, потому что Америка самый большой покупатель китайской продукции, поэтому, если Китай начнет слишком зажимать, как это, закручивать гайки со своей стороны, все эти компании будут броситься производить что-то там, и уже начали. Да, уже начали, есть другие страны, есть Вьетнам и так далее, и это все... Вон вся Африка сейчас стоит. Да нет, ну, понятно, что такой кусок или кусочек пирога многие захотят, и, кстати говоря, вот это своего рода диверсификация может быть, потому что если те компании, которые были исключительно сфокусированы на Китае, Apple там и так далее, если они все-таки начнут и по странам смотреть, возможно, плохо от этого не будет рынку. Ну, тут с IT-продукцией, тут есть одна тонкость, потому что Китай сейчас практически единственный производитель этих редкоземельных металлов, добыватель и производитель, потому что из которых делают батарейки, еще какие-то там составляющие, они редкоземельные только по названию, их много, но они практически все в Китае. Миша, у нас есть звонок, попробуем принять, может быть. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня сложилось впечатление, что вот эти все расстрелы массовые, они не сами про себя происходят, а как бы кто-то их устраивает, что находят в социальных частях нестабильных элементов и втираются как бы в друзья, и так потихоньку-потихоньку подводят к этой черте. Вот только я никак не могу понять, кто это делает, Россия или Сорос. Ну, знаете, я понимаю, о чем вы... То есть это своего рода такая конспирологическая... Да, ну, а вы считаете, что конспирологические теории не имеют права на жизнь? Я так не считаю. Я как раз иногда люблю их слушать, потому что вот так происходит в этой жизни, что иногда вот эта конспирология, она не только кажется правдой, а оказывается правдой. Я согласен. Вот у меня еще... Может быть. И мне хотелось бы знать ваше мнение по первому вопросу. Да. А по второму... Еще один вопрос. Вот как вы считаете, кто из существующих претендентов на президентское кресло более, ну, как бы выгодный и менее выгодный для Трампа? Ой, хороший вопрос. Ну, я сразу, Миша, тебе переадресовываю, потому что я как-то... Ну, по поводу вот этой вот конспирологической теории, я тоже согласен, что... Я даже, по-моему, немножко говорил об этом, что очень они все похожи, эти истории. Не те, но многие. Даже если мы вспомним историю непонятную с Лас-Вегасом, когда человек ни с того ни с сего, там, из Мандерин Бэй расстрелял концерт, тоже без всяких, вроде бы, без каких-то там причин. История Вильпасса тоже там какой-то сомнительный манифест в Дейтоне, тоже непонятно с чего там. Поэтому возможно, что там это как-то и организовывается. Но мы не будем по этому поводу пока рассуждать, потому что информации у нас недостаточно. Миша, у нас есть несколько звонков, попробуем принять. А тот вопрос, ты еще ответишь на него. Ты помнишь, да, насчет худшего или меньшего из зол, да, вот так скажем. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Я думаю, что никакая конспирология здесь не пристел. Это в целом ненормальный психический сдвиг в обществе. Но тут же это просто совпадение или нет, что это произошло буквально в один день, понимаете? Вот что наталкивает. Это не совпадение. Дело в том, что это 240-й расстрел в течение этого года. Так что это не случайное совпадение, но в целом это психическая болезнь. Все понятно. Спасибо за ваше мнение. Мы попробуем принять еще услышать. Добрый день, слушаем вас. Я не приняю, что это произошло буквально в один день. Алло, алло, слушаем вас. Выключите, пожалуйста, свой приемник. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я насчет того, что там желают вывезти наши войска из Афганистана. Мне кажется, что это будет очень плохо отразиться не на нашу страну, а на Россию и Среднеазиатские страны, которые обрели покой с того момента, как наши войска вошли в Афганистан. Потому что, если помните, до 91-го, 2001-го года Талибан уже открыто заявлял свои претензии к Среднеазиатским странам и даже желал дойти до середины России. Но Путину повезло тем, чтобы уж увел наши войска. Я прошу прощения, мы об этом, извините, мы об этом просто не говорили, поэтому это немножко другая тема. Я могу сказать свое мнение. Да, если, вот давай, Миша, обещаю. Я считаю, что, во-первых, если это проблема, как бы, Талибан, это проблема для России, для Средней Азии, то с Россией и Средней Азией должны ее решать, а не Америка. Поэтому я ничего против вывода войск. Несомненно. А учитывая, что об эту страну, условно говоря, зубы ломали не одно столетие и не одно государство, то как бы надо минимально в этом участвовать. Это мое тоже мнение такое. Добрый день. Добрый день, слушаю вас. Оп, сорвалось. Перезвоните, если хотите спросить о чем-то. Ну, окей. Тогда, так, звонок. Добрый день, слушаем вас. Алло-алло. Алло. Говорите. Проблемы России, действительно, пусть решает Россия. Но Россия решила эти проблемы не потому что американцы, потому что выбили войска, а потому что Россия договорилась и по всей Средней Азиатской границе разместила свои войска и тем самым обеспечила спокойную там границу. А вообще, пусть свои проблемы решает Россия, и нечего за нее воиноваться. Окей. Спасибо. Да мы о том же сказали, собственно. Пусть они решают. Мы не против. действительно там, где имеет смысл присутствовать. Я, кстати, сегодня разговаривал с человеком, ну, мне ремонт приходил делать, он военный, 35 лет служил, он был и в Афганистане, нет, не в Афганистане, в Ираке, еще где-то там, по всему Ближнему Востоку и даже в Колумбию с этими, с картелями ездил разбираться. Он сказал, что, говорит, Россия, раньше там армия была слабая, а сейчас в России вот армия расцвела, потому что, в общем, к ним стали относиться лучше, говорит, и так, и Трамп тоже у нас, тоже, благодаря Трампу, у нас сейчас к армии тоже отношения лучше. Поэтому если в армии получают какой-то, как это, перевес, не перевес, а... Миша, я тебе хочу сказать, насчет российской армии я бы тебя отправил к некоторым экспертам, очень хорошим, российским, причем. Я знаю, ты бы узнал истинное положение вещей. Человек военный, который, в общем, всю жизнь воевал, я понимаю. Он считает, что армия, ну, как он, со своей точки зрения, я понимаю, его надо было на... Есть такой адмирал Кузнецов, судно, вот туда бы свозить разочек. Но неважно, это дело такое. На самом деле, учитывая то, что где чьи границы и кто действительно может в том или ином действии участвовать, то бога ради, я не думаю, что действительно, если уже мы заговорили про Афганистан, что это то направление основное должно быть нашей внешней политики. Так что здесь на этом можно закончить. Был вопрос Варвары о том, что вот кого ты видишь из восьми, но я, как ее понял, что еще есть меньше зло и что более благоприятно, кого более благоприятно получить Трампу на финише, на финишном этапе. Скажем, наименее благоприятно для Трампа это как раз Тулси, Тулси Габбет, потому что ее позиция частично совпадает с позицией Трампа, в частности, как раз в международной политике, потому что она считает, она занимает жесткую политику невмешательства. И это, конечно, тех, кто голосовал против Обама Клинтона из-за Трампа, из-за этого могут переметнуться. Внутренняя политика у Тулси примерно такая же, как у всех остальных, но внешняя, конечно, может на себя только упикнуть. Она, пардон, это, как говорится, тот же вариант без году недели. Я понимаю, что и предыдущий 44-й был из этой же серии, но мне не кажется, что у нее есть какая-то, условно говоря, такая повестка дня серьезная, как бы кто с ней не работал. И потом мне вот очень вот во всем то, что касается ее, непонятен один момент, она все-таки человек служивый, да? Да. А Трамп это все-таки, как ни крути, главнокомандующий. Да. Ну и соответственно, выглядит всегда очень это сомнительно, когда человек, который в общем-то армейский, позволяет себе некие выпады в сторону. Ну, у нее сейчас был один выпад непонятный, поэтому ты имеешь в виду то, что она по поводу Саудовской Аравии сказал, что там это я вспоминаю предыдущие. Алькаиды? Вот, но у нее в принципе подход такой же, как у Трампа, поэтому у нее там нет выходов, выпадов. Но она его жестко критиковала при этом. имеет право, она же демократ. Ну, я понимаю, но все равно это как бы... Это же мое мнение было, то есть остальные все для Трампа никакой особенной опасности не представляют просто с точки зрения того, что они все демократы, не демократы, а суперлиберальные, то есть как повысить налоги, бесплатную медицину... левый еще левее, это мы знаем, но тем не менее вот кто-то опасается, что если на финишную выйдет Байден и его донесут до сцены, до сцены, то он... подозрительными сделками, которые его сын делал с Украиной и с Китаем... А вот самое интересное, ну и делал, и что? Ну... И что на сегодняшний день? Кто? То, что он требовал пока, а кто его будет трогать пока? Он же памятник, я понимаю... Не, ну серьезно, ну и что? Ну... Да, было дело. И чем оно закончилось? Законно, оно же ничем не закончилось. Оно ничем не закончилось. То есть ты хочешь сказать в 20-м году, если старина все-таки прорвется, ему вспомнится на связи. Ну, в 20-м году уже будет совсем ненормально. Он же сейчас на стол связать не может. Ну, чего? Вот он еще чего-то там... Он... Ты посмотри на него, он же... У него никакой энергии нет. Ну... Зато дружище Сандерс по-прежнему мечет громы молнии. Дружище Сандерс у него вообще заело это... Одну фразу свою в Шерим повторяет насчет там бесплатной медицины и все. И... Я вообще не очень понятно, как можно идти на выборы, где главные два или три постулата основных, это что... Первое, это что всем на все денег не хватает, поэтому надо увеличивать налоги, а потому что всех этих нелегальных иммигрантов надо бесплатно лечить и все им давать бесплатно. Как вообще там Средняя Америка может на это реагировать? Я не знаю, но вот, к сожалению, моему большому, когда делают опросы, я не всегда к ним отношусь хорошо, но тем не менее, вот это самая Средняя Америка почему-то, почему-то вот волнуется больше не за собственные дела. По опросам как раз только 20% поддерживают все деньги нелегальным иммигрантам. Это там сейчас... Да, но это как бы идет... И в Бонборде тоже очень низкие это все. И бесплатную медицину все уже наелись Обама Кера. Ну подожди, ну а что ж такое страдание из-за так называемых концлагерей на границе? Ну кто страдает? Аказия страдает. Аказия, ну не только она. И Камала об этом, Уоррен об этом и так далее, но при этом я не наблюдаю там разрушение их рейтингов и прочих каких-то вещей. Ну а куда они разрушатся? Они не разрушатся. Ну кто-то страдает значит вместе с ними не за себя, не за свое здоровье, не за здоровье своих детей. Просто как бы ты не забываешь, что там 30% с обеих сторон население голосует так, как говорит партия. А, ну как партия говорит. Окей, у нас есть звонок, наверное, мы еще один сумеем принять, послушаем. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. А вот я гостю хочу задать вопрос. Вот о Байдене, Джозефе Байдене, как кандидате демократической партии. Если где-нибудь в середине следующего года, ну до выборов, станет известно, что Байден имеет очень серьезное, но косвенное косвенное отношение к сбитию Боинга MH17. А он имеет. А он имеет. Окей. Да, это да. Ну это мое мнение. Это ваше мнение. Я понял, что... Это мое мнение. Так вот, как вы думаете, если мое мнение имеет право на существование? Право на существование? Ну как... 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 Миш, я сначала, да? Как... Как и вы, собственно, я не знаю, как вас зовут, к сожалению, или к счастью. Вот. Но вы имеете полное право думать, что вы думаете. Вот. Насколько вот такого плана имеет суждение на существование. Оно, наверное, тоже имеет. Также есть много людей, которые считают, что это по указу Джорджа Буша разрушали башни-близнецы. Пожалуйста. Миш, пожалуйста. Нет. Ну, во-первых, там, человек сказал про косвенное участие Байдена в этом... Там, вся есть украинская история, мы вообще не будем в нее вдаваться, поэтому мне это не очень интересно. Вот. А у него есть много чего-чего, за что его могут... Не, ну, тут... Стой, стой, стой. Тут конкретно... Смени будут же ничего, это педалирует, правильно? Это будет... Это понятно, но мы поговорим про самолет, я и... С таким же успехом мы еще косвенно найдем, что и Трамп там поучаствовал, где-то, как же без него вообще что-то могло случиться там, понимаешь? Это же понятно. Вот. Ну, ладно, это такое дело. Я считаю, что, конечно, на Байдена можно очень много тех самых собак навешать, но мы знаем прекрасно, что существует такой момент неприкасаемости, да? Почему-то он очень работает в сторону некоторых крупных деятелей Демпартии. Так, у нас еще звонок, ну ладно, у нас буквально 10 секунд на вопрос. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может ли Трамп против Байдена поднять его старые грехи типа плагиата в речи и так далее? Спасибо. Миша? понять он может. Вопрос в том, как это будет представлено СМИ и как на это народ реагирует. Я думаю, по сравнению с этими проделками его сына, там, многомиллиардными делами с Китаем, в Украине, что там делалось и так далее, это все не стоит. Условно говоря, плагиат ему легко простят. У него из своих проделок полно, поскольку он метался с линии партии, колебался. Да, ему-то ему еще и тот же расизм могут вспомнить, не только Трампу, почему нет. У Байдена тоже достаточно тех самых моментов его длинной славной биографии, которую можно так или иначе интерпретировать. Но это уже без нас, это уже в другом часе, в другом эфире, а мы благодарим всех тех, кто был с нами и оставайтесь с народной волной и заходите на ТВ-клуб Континент. Всего вам доброго. До свидания.